Девушки отдыхают В трех раундах И там мы узнаем, кто самый смешной в городе Тимиртау Поехали! Первый стендап-комик Рустем Стахорный! Рустем Стахорный, 22 года Если присмотреться, то он выглядит как кумир 90-х Гаечка из мультфильма Чип и Дэйл Рустем Стахорный, работает сисадмином Также остроумный, интеллигентный молодой человек Ведет эту передачу, а участвует в ней Рустем Стахорный! Участник под номером 2 Артур Фот! Артур Фот, 32 года Есть ощущение, что он сам выдумал свою фамилию Занимается тем, что сдает в аренду квартиры Это тот самый человек, который вам говорит А точно не вечеринка? Вас там точно будет двое? Забавно, но факт Артур Фот тот самый человек, который не нашел на Новый Год квартиру для празднования Ну а сегодня он поборется за звание лучшего стендап-комика Артур Фот! Ну а какой батл, ну а какой конкурс проходит без судей И прямо сейчас оценивать юмор будут те люди, которые им занимаются Чемпион Лиги Магнитка Мухтаров Айбек Мухтаров Айбек входит в список самых неузнаваемых КВНчиков По версии любого КВНчика А также Алексей Ли Алексей Ли редактор и руководитель Лиги Магнитка А также ведущий этой замечательной передачи под названием КВН В городе Тимиртау Алексей Ли тот человек, который до сих пор пользуется детским креслом в автомобиле Ну что, все представлены, мы можем начинать первый раунд Поехали! Первый раунд это монологи Ребята подготовили какие-то свои шутки, домашние заготовки И мы сейчас узнаем, насколько смешно у них получится выступить в этом раунде У каждого есть ограниченное количество времени и неограниченное количество тем Ну что ж, первый раунд монологи, let's go! Ну что, Артур, Рустем, давайте решать, кто будет первым в этом раунде Решаем мы традиционным старой казахской народной игрой Суллифа Поехали! Камень, ножницы, бумага Кто побеждает, тот выбирает последовательность, какой будет выступать Поехали! Пожалуйста! Итак, Сулли, как вы несинхронно это делаете? Отлично! Ты победил? Выбирай, каким ты будешь? Ты первый или второй? Ну, выступлю первый Ты будешь выступать первым? Да! Артур Фот, встречаем! Так, всем привет! Меня зовут Артур На то, чтобы выступить, у меня есть всего 5 минут Однако, если тут есть те, кто меня знают хорошо, то прекрасно понимаете, что я всегда укладываю за 5 минут Так что, все нормально, справимся Вообще, я в течение жизни занимался разными видами спорта Сейчас хожу на бокс Но мне говорили, что тут могут быть осложнения с башкой из-за этого Поэтому я занимаюсь Войтова с капой, со шлемой и без соревнований Спасибо! Я долгое время работал торговым представителем Сейчас я работаю в сфере недвижимости Везде тут надо много разговаривать, много говорить Но, с другой стороны, у меня есть друг Альфонс Он вообще не работает И что у нас общего, да? Что общего у меня и моего друга? Нас обоих кормит язык Вообще, сам я местный, но какое-то время пожил в России Россия очень отличается от Казахстана В России все делается для человека Все делается ради человека Все делается во благо человека Да, там все делается ради одного человека И недавно этого человека переизбрали уже на пятый срок Несмотря на то, что я уже довольно взрослый Я иногда смотрю рестлинг, это постановочные бои И мне как-то один друг говорит А что, зачем ты это смотришь? Там же результат известен Но он вообще сам такой активный политический человек Я говорю, а ты же на выборы ходишь? Там что, иначе, что ли? Я там жил в Москве Москва такой очень специфический город Там все такие пафосные, все помешаны на деньгах Чтобы понимали, меня кондуктор из польза не упускал, пока я ему не заплатил Знаете, когда я первое время пытался снять квартиру Там такая вот задрыпанная хрущевка, пятиэтажка И риелтор такой пафосный вот таким голосом говорит Ну в элитках сейчас квартира дорога, вам это в копеечку обойдется Я смотрю, ну намекаю, как бы вообще-то это хрущевка, вообще она старше меня Он такой, ну она находится в Москве, это делает этот дом элитным Вот так вот В Москве вообще все категорично Если у тебя нет денег, то ты сразу лох С другой стороны, если ты накопил много денег, приехал сюда, то ты тоже лох Ну типа откуда у тебя столько денег, ты что, олигарх что ли какой-то? Поэтому раньше был ориентир такой, что просто заработать много денег А сейчас у меня ориентира два Заработать много денег и при этом как-то еще умудриться не быть лохом Вообще я последнее время пытаюсь скинуть вес Я это делаю с помощью протеиновых коктейлей, они убирают тягу к сладкому и снижают аппетит Но как назло, почему-то последним уходит живот Живот, он знаете, как еврей на праздники, он уходит последний Ноги худы, даже мышцы чуть уходят, он остается, знаете В рекламе пишут, что вы похудеете, но я бы хотел предъявить тем, кто это рекламирует Потому что по идее там должны были писать Вы будете похожи на чупа-чуп с такими худыми ногами У меня такое специфическое имя, Артур, оно есть у разных наций Сам я немец с украинцем, вообще русскоговорящий При этом русскоговорящий немец с украинцем, но это имя есть у разных наций вообще И что мне сказали в Москве, знаете, что мне сказали? Я впервые вижу казаха с именем Артур Вообще у меня есть друг, он открыл спортзал недавно, любительский такой И назвал его Спартак Я ему говорю, ну ты слушай, ты же в курсе, что уже есть такой спортзал Спартак в городе И посоветовал ему убрать одну букву Он такой меня послушал, говорит, да, все нормально Ну я тоже думаю, вроде удачно будет, ну будет Спарта Ну звучит же так, Спарта, да, для спортзала название очень хорошее Возвращаюсь, у него, он убрал, оказывается, другую букву У него спортзал называется Партак Ну я думаю, что нельзя быть таким тупым, даже если ты качок Всем спасибо, занимайтесь спортом, но не будьте как мой друг С вами был Артур, спасибо Это был Артур Фот Ну что, посмотрим, чем ответит на это наш следующий стендап-комик Рустем Стахорный Я не понимаю, зачем девушки в приложении для знакомств Ставят знаки Зодиака Но реально зачем Если что, нам, парням, ну нам плевать Никогда не будет такого, что какой-то парень Листает приложение для знакомств И такой, вау, красивое лицо, подходящий возраст, черт Рыбы С рыбами не получится Очень редкое венерическое заболевание Основанное на вере в том, что звезды определяют нашу судьбу Не знаю, странно вообще Я вот не понимаю вообще, девушки, зачем что-то вообще пишут В приложение для знакомств, потому что, ну парень только на фото смотрит Ну нам только фото важно Можете все что угодно там писать Можете написать Считаю, что земля плоская И парень прочтет и такой, вау Имеет критическое мышление Прикольно Потом И ставят дальше Там девушка пишет Считаю, что Тупак Шакур Это про правну Кабая Кунабаева И парень такой, вау Любит историю Прикольно Ну реально, вы можете все что угодно написать Вы можете беспорядочный набор символов, букв, цифры Просто так кликать по клавиатуре И парень это прочтет и такой, ммм Она, наверное, веселая И, понимаете, ну ничего не изменится Даже если приедет на свидание Ну и вы реально, вау, сна отстал Ну там ничего не произойдет Не будет такое, что парень горчит Он такой, о, прикольно Про гороскоп и поговорим с ним Как раз опыт уже до этого был Не знаю, гороскоп странная фигня Я вот недавно на автобус ехал Слушал гороскоп Типичный мой день И там был прогноз гороскопа Львы Будьте осторожны в азартных игр Со ставками и казино Я послушал и думал Ммм, прикольный совет Но как будто бы он не ко всем разве подходит Но я не помню такого, что я слушаю Прогноз гороскопов и там Овны Счастье не за горами Тельцы Что-то скоро будет И близнецы Все, ва-банк Ва-банк, просто я на Лиге Чемпионов На Реал сегодня играет Просто ставь квартиру на Лиге Чемпионов Не знаю Мне 22 Мне 22 Задумываюсь уже о детях Думаю о детях Ну не заводить, просто думаю о детях Очень много Я, знаете, подумал, что Прикольно иметь ребенка 14 лет Понимаете? Мне кажется, это идеальный возраст для ребенка Потому что Ну до 14 Нужно немного ухаживать Он убирает, знаете Он воняет А вот после 14 Сложнее 14 это идеальный возраст Когда ты гуляешь там с дочкой, допустим И гуляете, гуляете И вечер уже И луна светится И она такая Папа, папа, а чего луна светится? Почему она светится? Я говорю, на самом деле Это не луна светится А просто лучи солнца отражают И нам кажется, что луна светится И дочка идет Мой папа такой умный, блин Как классно Но после 14 Намного сложнее Представьте У вас ребенок после 14 лет Он идет Такой к вам и говорит Папа, у меня тревога У меня вообще как-то психологическое состояние ухудшилось Мне кажется, у меня депрессия И ты такой Блин А хочешь прикольный факт про луну? Может поможет Может реально поможет Люблю историю Люблю историю Очень сильно В школе очень сильно любил историю Но в истории Очень много грустных моментов Очень грустных моментов Мне кажется, самый грустный момент в истории Это Как младший жуз с джунгарами боролся Помните ту историю Когда Ну Джунгары нападали И Российская империя подходит Такая К младшему жузу И такой Слушай, давай мы Поможем тебе с джунгарами Блин, 10 тысяч всего получил Уже все Уже детей им должен отдать Не пряткаешь Ситуация Или знаете, эта ситуация напоминает мне Когда Приложение скачиваешь, знаете Младший жуз как будто приложение скачал Там против джунгаров Против вирусов Такой листает Уничтожить джунгаров Да Точно уничтожить Да Вы уверены Да А дайте земли Да Блин, как назад Неудачно получилось, конечно У меня есть друг Который, видимо, не любит историю У него была майка с Чингисханом Он как-то пришел В майке с Чингисханом Я спрашивал Это какой-то прикол Или что Он говорит Да нет, и что Это великий завоеватель Завоевал земли Круто же И я спрашиваю Знаешь, что он Ну, наши земли Завоевал наших Там, упивал И он такой Нет, не подумал Ну, так странно Знаете, то же самое Что сейчас Какой-нибудь еврей Будет носить маску Майку с Гитлером Представляете Будет носить майку с Гитлером Я такой Блин Прикольный писатель был И художник вообще Мне кажется Что Некоторые пословицы Поговорки Придуманы сумасшедшими Потому что Слышали эту поговорку Хлеб всему голова Мне кажется Изначально было Ну, продолжение Там просто чувак Записывает его Хлеб всему голова Туловище всему батон Руки всему крендели Ну, решили оставить так Ну что Оба стендап-комика Зачитали свои монологи Пришло время Узнать мнение Наших судей Алексей Ли Ну что Алексей По вашему мнению Кто 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 был лучший В этом раунде Нужно отдать Один голос Оба комики были классные Оба комики разные Но мне все равно У меня просто братишка Он тоже торговым работал Поэтому Отдаю предпочтение Артуру Итак, один голос За Артура Мухтаров Айбек Айбек, да Ты как спортсмен По всей видимости Должен свое Спортивное Честное решение Принять Ну Для меня был На голову выше Русте Ну что Один Один Мы поделили Победу В первом раунде Давайте Побудерим Нашим судям И нашим комикам Мы едем дальше Итак, второй раунд Под названием Алфавит Поехали Раунд Алфавит Мы задаем ситуацию Где стендап комики Импровизируют И играют Разные роли Но суть одна Каждый из них Должен начинать Свою фразу С определенной Буквы Алфавита Насколько удачно У них получится Давайте посмотрим Артур Рустем Ситуация такова Сотрудник Какой-то Компании Просит повышение Заработной платы Пусть это будет Компания По выдаче Микрокредитов Кто из вас Начальник Кто из вас Будет Так сказать Сотрудником Кто будет просить Повышение Также можно Сделать Сулифа Давайте Сулифа Также Также Сулифа Поехали Быстро 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 Три Два Один Ну что ж Снова Проигрывает Рустем Артур Я буду просить Повышение Давайте Ты будешь Просить Повышение Заработной платы Ты начальник Соответственно Логически Начинаешь Ты Поехали Абсурдно Конечно Но Я бы хотел Чтобы мне Повысили Зарплату Больше Или меньше Воля Моя Такая Чтобы было Прям много Главное Больше 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 Главное Что бы ты Хотел Но деньги Сами Пробьют Я думаю Друзья Мы же С тобой Были Ёлки Ты у меня Совровал На Новый год Помнишь Ну вот тебе Зарплата Жаль Конечно За тот случай Заем могу Вместо Зарплаты Дать И Все же Мне хочется Именно Повышение Заработной Платы В два раза Как Конечно Могу Но Хочу ли я Этого Лоха Вы мне Видите Я так понимаю Мама Моя Как ты Сказала Мне Лохам Не даю Никогда Я больше Не устроюсь На эту Фирму Облигации Мои видео Я миллионер Мне плевать На тебе Ты кто такой Вообще Праздник Вот каждый день Был Когда я здесь Работал А сейчас Вообще Как-то Не очень Рельсы Ты умеешь Делать Сумасшедшая Речь Какая-то У вас Так У нас Компания Такая Мультиплатформная У нас В компании Вообще Всем Повышают Заработную Плату Фазана Знаешь Это Ему Не повыс Хабаровск К тому Пример Вот Там Всем Повысили В два Раза Плату Че-то Как-то Я не могу Понять Причем Здесь Хабаровск Вообще Шо Я слышал Еще И в Украине Повысили Щуку Можно И на хвост Поймать Я так считаю Не понял Что Вы Сказали Юрмана Знаешь КВН Я настаиваю на том Чтобы мне все-таки Повысили зарплату Иначе волюсь Ну что ж Это был Фави Дайте шуму Пришло время Узнать Кто был Лучший В этом Конкурсе Мы снова Обращаемся К нашим Непредвятым Неподкупным Судьям Айбек Мухтаров Айбек Очень сложный Конкурс Импровизационный Сам понимаешь Ты сам Такой Проходил В лиге Магнитка Скажи Кто По твоему мнению Был Смешнее Начальник Победил Начальник То есть Рустем Стахорный Он тебе Денег должен Или почему Ты так За него топишь Ну С виду Жаль Его Все Спасибо Это был Мухтаров Айбек Который Отдал свой Гол За Рустема Стахорного Давайте посмотрим За кого Отдаст свой Гол С Алексей Ли Ну я В принципе Солидарен И Рустем В этом Конкурсе Победил Отлично Два голоса За Рустема Стахорного Счет У нас Становится Один Три Мы Продолжаем Финальный Конкурс Сетлист Поехали Сетлист На жаргоне Стендап Комиков Называется Шпаргалка С различными Темами Сейчас мы Будем предлагать Самые разные Темы Для шуток Которые Они не знают И не видели До этого шоу Их задача Импровизационно На ходу Придумать Несколько Реприз На предложенные Темы Посмотрим Как у них Получится Тем более Что это Самый Сложный Конкурс Поехали Ну что Друзья Финальная Сулифа По поводу Того Кто Будет Первым Прошу Ты помнишь Что ты Всегда Бумагу Выкидываешь Все Тебя Обманули Начинает Рустам Стахорный Дача Шума Итак Рустам Ты готов Да Поехали Первая тема Самый Упрямый Человек Самый Упрямый Человек Знаете Это Который В автобус Заходит И Просит Билеты Всегда Знаете Всегда Даже Семь не дают Билет Не знаю Самый Прямый Человек Который Просит Билет И Еще Жалуется Что Он Счастливый Вот Это Мне кажется Самый Прямый Человек Который Автобус Самый 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 Упрямый Человек Это Знаете Человек Который Не выносит Попить Знаете Ты ему Говоришь Вынеси Попить Меня запустят Либо Мой Ну Ну Из Под Кран Хорошенько Не Дает Воды Это Моя Личная Боль Самый Прямо Может Тебе Попить Дать Не Спасибо Ну Что Тогда Следующая Тема Самое Необычное Место Для Вакцинации Самое Необычное Место Для Вакцинации Это Китай Наверное Чтобы Так сказать На родине Болезни Ну Что Двигаемся Дальше И Третья Тема Которая Называется Я Подкаблучник Это Был Не Камин Аут Это Название Темы Поехали Так Я Подкаблучник Да Ничего Страшного В принципе Подкаблучником Мне кажется Вот Мне кажется Лучше уж Подкаблучником Чем Подбашмаком Я так скажу Наверное Да Так скажу Лучше уж Мягкую Теплую ногу Под собой Мить Чем Сильную Мужскую Руку Сзади Так считаю Рустем Стахорный Который Знает О чем Говорит Мы Продолжаем Артур Ты готов Да Готов Отлично Давай Итак Первая Тема Это Король С очень Маленькой Властью Король С очень Маленькой Властью Король Артур Да Я думаю Что это Король В Ватикане Вот Вроде Как Власть Есть Но Ее Очень Мало Очень Мало Земли Там Ну да В Ватикане Король Был Ему Надоело Ушел Следующая Тема Девушка Украла У парня Перфоратор Что такое Перфоратор Ты не знаешь Что такое Перфоратор Нет Тебе 32 года Ты ездил В Москву Ты Занимаешься Тем Что сдаешь В аренду Квартиры Ты не знаешь Что такое Перфоратор Так она у него Украла просто Перфоратор Он и не знает Ладно Перфоратор Хорошо Я думаю Смешно получится Просто Ты знаешь Что такое Перфоратор Ну Можешь Сказать Перфоратор Это Часть Женского Туалета То есть С его помощью Они Постригают Ногти Да Так Девушка Украла Парня Перфоратор Блин Ничего не приходит Реально В голову Сейчас Перфоратор С его помощью Бурят стены Пробивают Дыры Понимаешь Все Дрель Для бетона Чтобы было Тебе проще Понимать Она хотела Ему отомстить Потому что Он ей сначала Как-то Так сделал Теперь она Ему хочет Продрявить Стены Спасибо Это был Артур Фо Давайте Похлопаем Итак Третья тема В Узбекистане Чемпионам Олимпийским Вместо Айфонов Подарили Чехол Просто Не было Бюджета Чтобы подарить Телефон Подарили чехол Телефон Обещали В следующий раз Вообще Удивительно Что в Узбекистане Был Такой Чемпионат Но Он был Не в Узбекистане Ну все Больше нет Вариантов Спасибо Давайте Похлопаем Это был Артур Фот Третий раунд Завершился Пришло время Узнать Кто получил Какие голоса От наших судей И кто Сегодня Победитель И я обращаюсь К Алексею Ли Ну думаю Здесь очевидно Победил Рустем Стахорный Спасибо Алексей Ли отдал Свой голос За Рустем Рустем Посмотрим Отдаст ли За тебя Голос Мухтаров Айбек Ну что Я вообще Знаешь Как В шоу Музыкальная интуиция Я всегда хочу Чтобы Я говорю Мухтаров Айбек И у меня Вот здесь Высвечивалось Но мы В Темиртау Так что Давай Ты даже Не переоделся Из домашнего Вот такая У нас Передача Чтобы вы понимали Так В этом раунде Победил Рустам Абельдин Либо Русем Не знаю Выбери одного Какого Все Отлично Ну что ж Большинство голосов С большим перевесом У нас сегодня Побеждает Рустем Стахорный Артур Несколько слов Как ты думаешь Почему получилось Так Что ты не сумел Выиграть Почему Чего тебе Не хватило Не хватило В конце Почему-то Не смог Настроиться На конкурс Хотя Изначально Он казался Интересным Думал Легко Получится И почему-то Ну не приходили Ответы До этого Нашего стендап Баттла Рустем Стахорный Это был Стендап Баттл Друзья Обязательно Смотрите нас Еще Если вы смотрите Нас в интернете Делайте репост Оставляйте лайки Ставьте колокольчик Если смотрите нас По телевидению Зовите всю семью Потому что у нас Весело Стендап Баттл Увидимся еще Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok